Привет, добро пожаловать на канал Информ ТВ. Когда в 1956 году в семье циркового фокусника Арутюна Акапяна родился сын, счастливый папочка закатил пир на весь мир, а медперсонал роддома завалил цветами, конфетами, вином и коньяком. Жене заподаренного наследника Арутюн преподнес бриллиантовое кольцо, а мальчика назвал в честь своего отца Амаяк. Малыша с рождения окружал мир магии и искусства, папа – иллюзионист, мама – его ассистентка. С шестилетнего возраста вместе с ними выступал и сын, но помимо фокусов Амаяк увлекался игрой на фортепьяно, спортом, танцами и рисованием. Он мечтал в будущем стать живописцем, но, получив школьный аттестат, все-таки решил продолжить знаменитую династию. К сожалению, в эстрадно-цирковом училище, выполняя трюк, Акапян травмировал позвоночник. Это не позволило ему закончить учебное заведение, и Амаяк перевелся в ГИТИС. Уже на счету артиста всего 26 ролей, но зато какие? Самые любимые пишите в комментариях. Своих героев Акапян играл так убедительно, что потом к нему в гостиницу приходили на консультацию картежники и карманники. Иллюзионист много гастролировал по стране, показывая зрителям фокусы. Также работал на телевидении. Конечно, вы помните передачу «Спокойной ночи, малыши». Для маленьких зрителей он сам придумал образ Рахат Лукумыча и шил блестящие костюмы. Личная жизнь Акапяна, в отличие от творческой, сложилась не так успешно. Он трижды женился и разводился. В 83-м году в браке с балериной Большого театра Юлией Левиной родился его единственный сын Филипп. Сейчас он проживает в США и занимается разработкой компьютерных технологий. Когда в СССР началась перестройка, Амаяку предложили работу в Лас-Вегасе. Он уехал, заключил контракт и почти 10 лет прожил в Америке. В 2005 году Акапян похоронил отца, который долгое время боролся с болезнью Альцгеймера и онкологией. Потом на его плечи лег уход за пожилой мамой. Весной 2020 года ушла из жизни и она. Сейчас артист дает бесплатные концерты в детских домах и больницах. Говорит, что малыши – это самая искренняя и благодарная аудитория. А еще иногда он подрабатывает на частных мероприятиях. А вы помните этого замечательного фокусника? Если да, ставьте лайк, также подписывайтесь и не забывайте жмите на колокольчик. Удачи!